Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Грузию. В Тбилисском международном аэропорту имени Шута Руставели в честь президента Ильхам Алиева был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана встречали министры иностранных дел Грузии Илья Дарчашвили и другие официальные лица. Субтитры предоставил DimaTorzok Сегодня в Шатон-Мухране Птхетского района состоялась встреча президента Ильхам Алиева с премьер-министром Грузии Ираклим Гарибашвили один на один. Субтитры предоставил DimaTorzok Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Ираклим Гарибашвили ознакомились с выставкой «Наследие Карабахского ханства» в Шатон-Мухране Птхетского района. В выставке состоялась презентация книги «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность». Представленные на выставке фотографии взяты из книги «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность». Среди них особый интерес вызывают снимки, отражающие первоизвестное изображение флага Карабахского ханства, щит Шаха Исмаила, сохраненной династией карабахских ханов, старинные ковры, декоративные плитки с фасадой мечети Сардара, а также изображение города Шуша XIX века, фасады и интерьера дворца Сардархана конца XIX, начало XX века, конского седла XIX века, двухтаров и трехструнной кяманчи, портреты Гасангулу хана Гаджара, фаталихана Гаджара, авторами которых является Мирзагадим Иревани. В книге под названием «Карабахское ханство. Историческая и культурная идентичность», руководителем авторского коллектива которой является профессор Эльдар Надерзаде, представлено изображение более 300 артефактов, принадлежавших Карабахскому ханству. Они были собраны во время военных и научных экспедиций, осуществленных Царской Россией в Карабахе в XIX веке и в настоящее время хранятся в фондах Грузинского национального музея. После передачи в архив музея эти артефакты по каким-то причинам так и не были раскрыты и более 100 лет оставались некаталогизированными в архиве. Эта коллекция, каталогизированная в издании, являющимся свидетельством нашего уникального культурного наследия, будет способствовать повышению международного интереса к Карабахскому ханству, являющемуся неотъемлемой частью истории Азербайджана, его богатому культурному наследию. Книга издана на азербайджанском, русском, английском, французском и арабском языках. Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили после ознакомления с выставкой «Наследие Карабахского ханства» выступили с заявлениями для печати. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили приветствовал президента Ильхам Алиева. Он отметил, что между Грузией и Азербайджаном существуют несравненные дружбы и тесные отношения, которые опираются на исторические связи, взаимоважения. Премьер-министр Грузии выразил уверенность, что нынешнее сотрудничество поднимется на более высокий уровень во имя благополучия наших стран и народов, заявив, что президент Ильхам Алиев вносит большой вклад в ближение Азербайджана и Грузии. Иракли Гарибашвили подчеркнул, что Грузия является важной страной для Азербайджана. В то же время Азербайджан является стратегическим партнером Грузии. Он отметил, что реализуемые нашими странами проекты, нефтепровод и газопровод Баку-Тбилиси-Джиаган, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Средний коридор – это исторические проекты. Эти совместные проекты после этого будут продолжены и будут более ускорены, заявил премьер-министр Грузии. Выразив удовлетворение визитом в Грузию, президент Ильхам Алиев отметил, что Иракли Гарибашвили несколько раз посещал Азербайджан, подчеркнув, что сегодняшний визит придаст новый импульс дружным и братским отношениям между Азербайджаном и Грузией. Глава государства остановился на обсужденных на встрече вопросах безопасности в регионе, отметил, что проинформировал премьер-министра Грузии о мирных переговорах с Арменией, напомнив, что после завершения Карабахского конфликта представил Армении предложение, состоящее из пяти основных принципов. Выразив надежду, что армянская сторона продемонстрирует политическую волю и подпишет мирный договор с Азербайджаном на основании фундаментальных принципов, признанных международным сообществом, президент Ильхам Алиев сказал, что если это произойдет, на Южный Кавказ придет мир. И в то же время появятся возможности для сотрудничества. Подчеркнув, что сегодня наши отношения стратегического партнерства поднялись до уровня союзничества, потому что мы активно сотрудничаем по многим направлениям, глава государства отметил, что Азербайджан и Грузия постоянно поддерживают друг друга в рамках международных организаций, и многие важные проекты, реализуемые в двустороннем формате, имеют особое значение не только для наших стран, но и для региона, всей Европы. Выразив удовлетворение ростом товарооборота с Грузией, президент Ильхам Алиев сказал, что проекты, реализованные за счет инвестиций Азербайджана, еще больше укрепляют наше сотрудничество. Азербайджан инвестировал в Грузию более 3 миллиардов долларов, и это взаимовыгодные инвестиции, так как они отвечают интересам обеих сторон, отметил глава государства. Президент Ильхам Алиев также коснулся проведенными сторонами широкого обмена мнениями о нашей будущей энергетической политике, остановился на конкретных цифрах. Есть много прекрасных возможностей для повышения экономического потенциала нашего региона. Энергоресурсы, транспортные коридоры, сказал глава государства, отметив, что объем грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном в этом году увеличился на 75%. Я хочу заявить, что мы намерены довести пропускную способность железной дороги Баку-Тбилиси-Карс до 5 миллионов тонн. С этой целью в этом и следующем году Азербайджан вложит в этот проект дополнительные инвестиции. Все инвестиции уже готовы, и мы дали старт этому процессу, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Отметив большую значимость сегодня отношений между двумя братскими странами для региона, для Европы, для всего мира, глава государства сказал, что в основе всех этих успехов лежит наша дружба, дружба наших народов, наших лидеров и совместная деятельность. Президент Ильхам Алиев пожелал процветания, благополучия и мира дружному братскому грузинскому народу. Продолжаем выпуск. Являющиеся региональными государствами сегодня Азербайджан и Грузия успешно и активно сотрудничают во многих сферах. Динамично развиваются и построены на взаимоуважении и доверии отношения. Сотрудничество между нашими странами, сформированные в политической, экономической и гуманитарной областях, также является важным вкладом для транспортного коридора, соединяющего Европу с Азией. Отношения между нашими народами опираются на большую историю. Продолжающуюся веками историю добрососедства и дружбы. Считаю, что это прекрасная основа для развития наших нынешних отношений, демонстрирующих большую динамику и фактически охватывающих многие сферы. Опирающиеся на исторические отношения наших народов, азербайджано-грузинские связи всегда были на высоком уровне. Подписанный между двумя странами договор о дружбе, сотрудничестве и укреплении взаимной безопасности положил основу стратегического партнерства. В укреплении политического диалога важную роль играют взаимные визиты и встречи глав двух государств. Наши страны, всегда поддерживающие территориали, целостность друг друга, также хорошо сотрудничают на международных платформах. Грузия заинтересована в укреплении наших двусторонних связей в политической, экономической, культурной и других сферах. Мы также заинтересованы в мире и стабильности в регионе. Это станет основой для интенсивного экономического развития. Крепкая основа политических отношений создала хорошую основу для расширения экономического сотрудничества, успешной реализации международных нефтегазовых и транспортных проектов. У нас хорошая история реализации совместных энергетических и транспортных проектов. Они изменили политическую, экономическую, транспортную и энергетическую карту региона. Без сильного партнерства между нашими странами реализация этих проектов была бы невозможна. Успешная совместная реализация крупномасштабных транспортных проектов, расположенных на Шелковом пути Азербайджана и Грузии, создала возможность неоднократного увеличения грузопотока в регионе. Эти проекты вносят значимый вклад в региональный мир и стабильность. По указаниям главы государства, после 44-дневной Отечественной войны реализуется широкомасштабный пакет социальной поддержки семей шахидов и ветеранов. В этих рамках осуществляется работа по привлечению лиц данной категории к программе активной занятости. С расширением экономических и финансовых возможностей Азербайджана расширяется и охват мер по повышению благосостояния граждан. С особой чуткостью относится к обеспечению семей шахидов и ветеранов войны работой. Принимаются многочисленные меры для обеспечения семей шахидов и валидов войны работой. Главное, чтобы к людям данной категории проявлялось внимание на местах. Представители районных исполнительных органов не должны оставаться безучастными к ним. Напротив, они должны постоянно интересоваться их жизнью и бытом, их занятостью. Сегодня проведена работа по обеспечению занятости около 19 тысяч лиц этой категории. Одним из них, кто воспользовался программой социальной поддержки, является отец шахида Кямрана Гасумова, Фадель Гасумов. Вот уже четыре месяца, как он столбил свой малый бизнес. Работой также обеспечен ветеран войны Нурлан Мюрвятли. В рамках марафона занятость, целью которого является поддержка занятости членов семей шахидов и лиц раненых в отечественной войне, работой обеспечено 2501 человек. Кроме того, члены семей шахидов и ветераны войны привлекаются на курсы профессиональной подготовки. Им оказывается поддержка в интеграции на рынке труда. Селегет Сулейман, Ксения Анисимова, Новости АСТВ. Вчера вечером один человек подорвался на мине на территории под названием Чайлы Тартерского района. По информации пресс-службы Анамы, событие произошло в результате взрыва противопехотной миты на неразминированной территории. В результате подрыва на мине житель села Сейдемли Тартерского района Самир Ализаде 1996 года рождения был госпитализирован. Ему ампутировали обе ноги. Анамы еще раз призывают граждан к ответственности не посещать незнакомые места, соблюдать необходимые правила. На освобожденных от оккупации территориях обнаружено еще 89 мин. По информации Агентства по разминированию, с 17 по 22 октября в ходе работ по разминированию в Тартерском, Ахдамском, Ходжавенском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зенгеландском районах была обнаружена и обезврежена 61 противопехотная и 28 противотанковых мин, а также 368 неразорвавшихся боеприпасов. В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена площадь в 381 гектар. Кольчество жертв мин с окончания войны 2020 года до сегодняшнего дня достигло 262 человек. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел в твиттер-аккаунте. Отмечается, что еще одна жертва армянской мины, 26-летний мирный житель, был ранен в результате взрыва мины в Тартерском районе. Безнаказанность Армении открывает путь к новым преступлениям, подчеркивается в публикации. 24 октября 2020 года. Шел 28-й день Отечественной войны. Бои продолжались на Ходжавянском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Наша армия наносила серьезные удары подразделениям вооруженных сил Армении, которые не могли противостоять нашим солдатам. Два года назад в этот день были уничтожены вражеские склады боеприпасов, горюче-смазочных материалов, несколько оборонительных пунктов. Взяты под контроль значимые коммуникации и освобождены важные высоты. Окупанты, в отличие от азербайджанской армии, бравшие под прицел только подразделения вооруженных сил и легитимные военные объекты, продолжали совершать преступления против мирного населения. В результате интенсивных ракетных и артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении в различных направлениях Герамбуйского и Тартерского районов погиб 16-летний житель Тартера. Серьезно пострадали населенные пункты. Каждый день 44-дневной Отечественной войны дарил нам победу и радость. Приходившие с фронта новости о победе воодушевляли нас. Но мы были свидетелями кровавых преступлений, совершенных врагом. И одно из них произошло два года назад, 24 октября 2020 года. 16-летний школьник стал шахидом в результате ранения осколком ракеты, выпущенной вооруженными силами Армении по Тартеру. В тот день Тогрул, Парвиз и Урхан собирали вместе фрукты. Тогрулу было 12 лет, Парвизу 14, Урхану 16. Вспоминая момент взрыва, Парвиз говорит, что теперь каждый раз, когда проходят мимо сада, испытывают чувство глубокой горечи. Потому что вновь переживает тот страшный день, когда Урхан погиб у него на глазах. Было где-то 10-11 часов дня. 24 октября. Собирали хурму. Услышали странный звук. Не прошло и одной-двух секунд, как нас окутала густая пыль, в которой были Тогрул, я и Урхан. Я закричал, «Тогрул, как ты?» Он скачал и подбежал ко мне, спрашивая, «Где Урхан?» Мы побежали к Урхану, а он погиб под этим деревом. Да. Осколок очередной ракеты, выпущенной на Тартер вооружёнными силами Армении, обстреливавшей гражданское население, унёс жизнь ученика 10-го класса Урхана Исмаил-Заде. Его мать Айну Раханум всё ещё ждёт своего сына. Верит, что он однажды вернётся. Она говорит, что не может примириться с гибелью сына. Я не верю, что Урхан – шахид. Всегда с начала войны всё время говорил, что не хочет, чтобы в селе кто-то стал шахидом. Просил меня сварить с халвы и раздать, потому что у него в селе очень много друзей. И сам первым стал шахидом. Никогда не могла даже представить, что Урхан в 16 лет станет шахидом. Гибель Урхана, ставшего жертвой армянского террора, потряс всех, кто его знал, потому что он был всеобщим любимцем. Директор полной средней школы села Хорузлу Сафаров говорит, что смерть Урхана – большая трагедия. Его гибель – это прямое свидетельство совершённых Армении преступлений против гражданского населения. Детей, женщин, стариков. Убить несовершеннолетнего, уничтожить его будущее, его жизнь – это убийство не только школьника, это убийство целого мира, это удар по нации, народу. Когда в новом учебном году мы увидели его пустую парту, горевали и страдали все – и учителя, и учащиеся. Это очень плохо повлияло на детскую психику. Эта трагедия не сотрётся из их памяти. К сожалению, список детей-шехидов Второй Карабахской войны длинный. Вооружённые силы Армении, обстреливая мирное население, убили 12 детей. 35 детей было ранено. 181 ребёнок потерял одного из родителей. Пять – обоих. Ещё до войны в результате нарушения Армении режима прекращения огня погибли дети – Захрай и Фарис. Азербайджанский солдат в течение 44-дневной Отечественной войны не открывал огонь по мирному населению. Наоборот, позаботился о найденном на освобождённых территории армянском ребёнке. В этом наши отличия и превосходство. А сейчас представляем вам распространённое в социальных сетях следующее видеоизображение. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, перед нами реальное состояние иранского оружия. К другим темам. Продолжается организация поезда к рейсовыми автобусами пассажиров в освобождённые от купации районы. Билеты на ноябрь в направлении Шушахда-Физули поступят в продажу уже завтра в 15 часов. Граждане могут приобрести билеты посредством портала yolumuzgarabaga.as Для покупки билета необходимо ввести в систему информацию из документа, удостоверяющего личность. Портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующую систему для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобождённую от оккупации территории. Билеты невозможно передавать третьим лицам. Агентство наземного транспорта Азербайджана ещё раз настоятельно просит граждан не поддаваться в социальных сетях на различные объявления типа «Туры в Шушу» и не передавать данные удостоверения личности третьим лицам. Есть такая поговорка «Мы есть то, что мы едим». В период развития технологических процессов изменилась не только форма, но и содержание разновидности тех или иных продовольственных продуктов. А как часто мы вспоминаем о правильном питании? И почему в настоящее время появилось большое число с так называемыми болезнями цивилизации, инфарктами, инсультами, сахарным диабетом и ожирением? Тему продолжит Кемаля Зизгзе. Мы, как правило, задумываемся о правильном питании, когда появляются проблемы со здоровьем. В медицине общеизвестным фактом является то, что развитие очень многих болезней и ухудшение состояния иммунитета человека часто связано с неправильным питанием. Что такое болезни цивилизации? Это те болезни, которые наиболее распространённые, и они считаются более современными. К этим болезням на данный момент относятся именно ожирение, то есть избыточная масса тела. Очень многие заболевания связаны именно с избыточной массой тела или с ожирением, начиная с болезни сердечно-сосудистого заболевания, которые занимают по спиртности во всём мире первое место. Второе – онкологические заболевания. Третье – это сахарный диабет второго типа. Питание имеет большое значение для организма человека. С пищей организм получает энергию, чтобы двигаться, дышать, разговаривать, одним словом, чтобы жить. С употреблением в пищу белков, жиров, углеводов, витаминов и солей мы получаем строительный материал для ферментов, гормонов, которые обеспечивают слаженную работу нашего организма за счёт построения и возобновления наших клеток, органов, тканей. Очень распространено много диет, уйма диет, которые в социальных сетях есть. Соседка похудела, дала кому-то, кто-то из фитнес-тренеров назначает диеты. То есть очень большое количество. Но я бы сказала, если у вас масса тела не превышает 5%, да, окей, в этом случае вы можете прибегать к таким социальным диетам. Но если у вас масса тела больше 5-10%, в этом случае этим должен заниматься исключительно только врач-диетолог. Организм человека можно сравнить с большой биохимической лабораторией, где идут соответствующие реакции. А чтобы эти реакции шли нормально, необходимо наличие всех составляющих, которые даёт нам пища. В связи с этим обретает особое значение полноценность, оптимальность пищевого рациона и условия её усвоения. Учитывая условия жизни и питания современного человека, возникает вопрос, а как же улучшить свой рацион? Рацион питания должен быть нормированный. То есть первым долгом здесь водный баланс играет важную роль, физическая активность играет важную роль, сон – это тоже один из самых важных параметров. В суточной норме у каждого взрослого человека должно быть хотя бы 400-500 грамм овощей. Белки тоже обязательно нужны в нашем меню. Есть такая поговорка – к хорошим привычкам привыкаешь долго, но с ними жить очень комфортно. К плохим привычкам привыкаешь быстро, но с ними жить очень сложно. Никогда не поздно изменить свои привычки и начать здоровую жизнь. В заключении хотелось бы напомнить известную всем истину о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить. А для этого в основе формирования нашего пищевого поведения должно лежать правильное питание, которое будет способствовать профилактике болезней, а не провоцировать их появление. С пожеланиями доброго здоровья, Кемалязис ГЗ, Новости АС-ТВ. У нас все новости к этому часу, а эфир Азербайджанского телевизия продолжит передачу Чехшадору. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова